Здравствуйте, дорогие друзья! Приближается август, а это значит, что наступает самый ответственный и волнительный этап приемной кампании – этап зачисления. Как вы знаете, зачисление на бюджетные места в ВУЗы в этом году будет проходить по новым правилам, с учетом приоритетности направлений подготовки и специальностей, которые выбрал абитуриент. Сегодня мы рассмотрим, как будет работать эта система приоритетов при проведении конкурса и зачисления. Представим себе абитуриента по имени Андрей, который подал заявление о приеме в наш университет и выбрал четыре направления подготовки. При этом он расставил их в следующем порядке. Первый приоритет – направление лингвистика с профилем теории и методика преподавания иностранных языков и культур, основной язык немецкий. Для этого направления у него сумма баллов составляет 235 баллов. Второй приоритет – направление филология с профилем русская и зарубежная филология. Сумма баллов также составляет 235. Третий приоритет – это журналистика. И четвертый приоритет – направление туризм с суммой баллов 220. Теперь посмотрим, как будут выглядеть конкурсные списки по этим направлениям подготовки, каковы позиции Андрея и каковы его шансы поступить на одно из выбранных направлений с учетом их приоритетности. Посмотрим, какова конкурсная ситуация на первом направлении – лингвистика, где три бюджетных места, какова позиция Андрея и есть ли у него возможность поступить на это направление подготовки. Подчеркну, что при проведении конкурса мы учитываем несколько факторов. Не только сумму баллов каждого абитуриента, но и как они расставили свои приоритеты и проходят ли они на направления, которые они выбрали. Итак, мы видим, что абитуриентка Анна, которая набрала 260 баллов, проходит на свой первый приоритет, то есть ту специальность, на которую она хотела попасть больше всего. Поэтому из конкурса на поступление на направление лингвистика она выбывает. Абитуриентка Екатерина, у которой 250 баллов, на направление подготовки с приоритетом номер 1 и номер 2 не прошла, но она проходит на специальность с приоритетом номер 3 – на лингвистику. Такой приоритет называется высшим. Понятие высший приоритет очень важно при проведении конкурса. Это не просто специальность номер 1 в личном рейтинговом списке направлений подготовки того или иного абитуриента, а именно то максимально высокое направление, на которое абитуриент проходит по конкурсу. Мы видим, что абитуриенты Вадим и Олег, для которых лингвистика является приоритетом номер 1, также попадают на эти три бюджетных места, поэтому это направление также для них является высшим приоритетом. И в данном случае все три бюджетных места на направлении лингвистика заняты. Андрею, к сожалению, места не хватило. Вторым по приоритету для Андрея является направление подготовки филология с четырьмя бюджетными местами. Рассмотрим конкурсную ситуацию на этом направлении. Мы видим, что несколько абитуриентов выходят из конкурса, потому что они также прошли на более высокие приоритетные специальности. Иван прошел на первый приоритет, Светлана на второй, Оксана на первый. А для абитуриентов Ирины, Сергея, Мария и Владимира направление подготовки филология стало высшим приоритетом, то есть они могут быть зачислены на четыре бюджетных места этого направления. Рассмотрим третье по приоритетности направление подготовки – журналистика, на котором также три бюджетных места. И здесь мы видим, что абитуриенты Максим и Марина, которые находятся в конкурсном списке выше Андрея, из конкурса на данное направление выбывают, так как они прошли на другие направления, более приоритетные для них. Для абитуриентки Алины это направление является первым приоритетом, и оно, конечно, становится для нее высшим. Она попадает на первое место в данном направлении подготовки. А Андрей, который, как мы только что видели, не проходит на направление первого и второго выбора, попадает на второе бюджетное место по направлению журналистика. Поэтому журналистика становится для него высшим приоритетом. Третье место достаются абитуриентки Екатерине, которая не прошла на направление первого выбора с приоритетностью номер один, поэтому для нее высшим приоритетом становится журналистика. И таким образом здесь также все три бюджетных места заполнены. Напомню, что для того, чтобы участвовать в конкурсе на зачисление, абитуриенты должны в определенный срок принести оригинал аттестата в тот или иной вуз, либо проставить отметку о подаче оригинала на портале госуслуги, если они подавали документы через этот портал. В то же время важно знать, что согласно требованиям порядка приема, высший приоритет сначала определяется для всех абитуриентов, независимо от того, принесли они оригинал аттестата или нет. Однако после того, как прием оригиналов будет закончен, конкурсная ситуация с распределением высших приоритетов может немного измениться с учетом принесенных оригиналов. Давайте рассмотрим, как это будет выглядеть. Допустим, на некой специальности есть четыре бюджетных места и к моменту завершения приема оригиналов аттестатов распределение высших приоритетов выглядит следующим образом. На эти четыре бюджетных места претендуют абитуриенты Иванов, Смирнов, Васильев и Глебов, для которых данная специальность является высшим приоритетом. Для того, чтобы быть зачисленными на эту специальность, они должны были до 12 часов 3 августа принести оригинал аттестата в наш университет. Но в действительности может случиться так, что не все эти абитуриенты выберут наш вуз. Кто-то мог отнести оригинал и в другой университет. Так в нашем примере мы видим, что абитуриент Васильев оригинал не принес, а значит он не будет зачислен на эту специальность, несмотря на то, что она является для него высшим приоритетом. На это свободное место будет зачислен абитуриент Михайлов, который принес оригинал, даже несмотря на то, что данная специальность не являлась для него высшим приоритетом до 12 часов 3 августа. В завершение подчеркну еще раз несколько наиболее важных моментов, связанных с процедурой зачисления. Первое. Зачисление на бюджетные места проходит в несколько этапов. На первом приоритетном этапе зачисляются абитуриенты, поступающие по различным квотам, а также абитуриенты, поступающие без вступительных испытаний. Для них дата окончания приема оригиналов является 28 июля, а 30 июля будут подписаны приказы о их зачислении. После приоритетного этапа зачисления количество мест в общем конкурсе может увеличиться, поскольку незанятые места квот переходят в общий конкурс. Зачисление на основные места по общему конкурсу проходит в период до 9 августа. Не позднее 12 часов 3 августа абитуриенты должны представить в приемной комиссии оригинал аттестата. 7 августа в НГЛУ проходит зачисление на бюджетные места очной формы обучения. 9 августа зачисляются абитуриенты, поступающие на бюджетные места очно-заочной и заочной формы обучения. Для поступления на платное обучение абитуриенту необходимо заключить договор о платном обучении. Это нужно сделать не позднее 18 августа, а 22 августа будет подписан приказ о зачислении абитуриентов, поступающих на платное обучение.